Здравствуйте! На календаре 10 июля 1994 года. Второй тур президентских выборов в независимой Беларуси. Первых президентских выборов, первых демократических выборов. Демократических выборов, на которых демократия Беларуси проиграла оглушительно, проиграла с перспективой. А ведь говорила и мне, и моей жене, и теща, в первом туре, голосуйте за Кебича. Нет, мы же пошли. И, в общем-то, все или большинство из тех, с кем мы общались, из нашего круга общения, мы же все пошли голосовать за Шушкевича. Потому как, ну, первых четыре года без президента, без президентства, он был председателем Верховного Совета. То есть, ну, действительно нормальный человек, с этого ему поймите. Но все еще оказалось мудрее. Потому что в Шушкевича, не говоря про Позняка, как оказалось, шансов не было. Если бы всех, кто голосовал в первом туре за Шушкевича, Позняка, еще там кто-то, по-моему, был, помимо Лукашенко и Кебича, все, если бы эти проголосовали за Кебича, то, возможно, второго тура и не было. И история страны под названием Республика Беларусь пошла бы совершенно по-другому. Это с тех времен. У меня первый паспорт белорусский был с погоней на обложке, с гербом погоней. Флаг развивался белый-красно-белый над, будем говорить, горысполкомом и не только. Но во втором туре Лукашенко победил. Победил оглушительно, победил без всяких приписок, подтасовок и прочего. Это все остальные выборы. В большей или меньшей степени он со своей Лидочкой Ермошиной и так далее, и иными путями в разной степени подтасовывал, приписывал и так далее. А те он победил оглушительно, с подавляющим преимуществом над Кебичем во втором туре. Ну, всем же хотелось свободы, демократии. Кебич рецитворял рядом с Лукашенко советскую систему, а этот же был борец с коррупцией, не знаю, ему не по крышке. Приколупался тогда к Шишкевичу там за ведро гвозди или за что. Что там было на самом деле в реальности и прочее. Сейчас правду мы скорее всего не узнаем, да, но уже, собственно говоря, и не важно. Важно другое, и за что я как-то лет пять назад, наверное, писал подобную статью, что простите нас, простите это поколение наших детей и внуков за то, что тогда, как оказалось позднее, проголосовали неправильно. за то, что несколькими годами позже, когда он там, когда и люди пропадали, включая министра внутренних дел, и когда парламент разгонял фактически и прочее, что тогда промолчали. Может быть, простите даже и за то, что не смогли жить под Пятой Лукашенко, и поэтому вместо, скажем, борьбы, как сейчас это многие могут предъявить претензии, вместо борьбы выбрали эмиграцию. Мы не смогли там жить. И, в общем-то, они знали, что и с кем, и как делать, как этому всему противостоять тому, что с каждым годом было все труднее и труднее дышать, в общем-то, одним воздухом с этим картофельным гением. И мы уехали. Жалею ли я о том, что уехал? Да, пожалуй, нет. И тому много причин. Но сейчас речь не обо мне и не об этих причинах. Речь о том, что исполнилось 30 лет власти этого деятеля. Сейчас его называют, не называют в мире президентом, ну, в многих странах, в коем случае, европейских, называют правителем Беларус. Так вот, 30 лет он гнобит, фактически уничтожает страну. 30 лет творит все, что хочет. И, знаете, выскажу, может быть, для многих парадоксальную мысль, что помимо своего чекистского образования, Путин еще, у него было 5 или 6 лет насмотреться, например, Лукашенко и как чего делать. Да и потом, многие вещи, которые сейчас делают в России, да, скажем, более жестко, жестоко, цинично и так далее, чем в Беларуси. Но изначальный толчок, к примеру, давал все тот же Лукашенко. Ну, а какие уж советы он давал другому водению. Этого, наверное, мы тоже никогда не узнаем. Тем не менее, в 20-м году была, вроде, промелькнула надежда на то, что это все закончится. Ничего не закончилось. И пока в Кремле будет Путин, или, как говорит профессор Соловей, там, группа людей вместо него, Путин в холодильнике, то Лукашенко, не могу сказать, дай Бог ему здоровья, это не в моих силах, но Лукашенко будет править, пока сможет хоть как-то передвигать свои ноги по этой земле. Слово сказать, в последнее время те видео, которые показывают, как-то с передвижением у него не очень, вроде как. Ну, так судя по фигуре, так там же вес, вот здоров какой. Но тем не менее. Как говорил, герой одного из фильмов, жил в Курилке и продолжает творить в Беларуси неизвестно что. Вот уже 30 лет, и можно сказать, с завтрашнего дня пойдет 31-й год. Оставайтесь здоровы. Живи, Беларусь. Слава Украине.